Сегодня приготовим две закуски, простых и оригинальных. Начнем с самой оригинальной. Для этого нам понадобится вареная морковь. Мы ее пробьем в блендере до однородного пюре. Готовим начинку. Нарезаем лук, вареное яйцо. Берем кислое яблоко. Нам понадобится половинка. Убираем сердцевину и очищаем от кожицы. Нарезаем на кусочки, чтобы блендеру было легче пробить. Осталась селедка. Селедку можно использовать даже сильно соленую, но не добавлять тогда соль. Складываем все ингредиенты для селедочного паштета в чашу блендера. По необходимости и по вкусу добавляем соль, перец, размягченное сливочное масло. И теперь нам нужно пробить до очень однородной, мягкой массы, чтобы это был действительно паштет. Вот он, паштет готов. В принципе, его уже можно намазывать на хлеб. Это очень-очень вкусно. Но для того, чтобы приготовить нашу удивительную закуску, мы его отправим в холодильник. Теперь нам нужно сформировать мандаринки. Лепим из морковного пюре ровные шарики. Проявите творчество. Возьмите на помощь себе детей. Они с удовольствием слепят с вами мандаринки. А теперь наш паштет. Он уже охлажденный. Из него очень легко лепятся шарики. Но лучше одеть перчатки и смочить руки холодной водой. Тогда будет еще проще формировать. Шарики примерно одинакового размера с морковными. Но размеры мандаринок могут быть по вашему желанию. Они могут быть больше, могут быть меньше. В зависимости, какой крекер для закуски вы будете использовать. Берем крекер. Укладываем на тарелку, чтобы уже готовую мандаринку сразу посадить на печенье или крекер. И вот шарик превращаем в лепешечку. И аккуратно выкладываем шарик паштета. Вовнутрь закатываем. И у нас получается шарик. Но мандаринки, как правило, приплюснутые. Поэтому нам шарики нужно немножко приплюснуть, чтобы это выглядело прямо натурально. Вот так вот на крекер аккуратненько. Берем следующую мандаринку. И никто не догадается, что это не десерт, а настоящая закуска. Можно ножиком нарисовать серединку, сделать такие полосочки для натуральности. И украсить листиками. У меня оказались листики шалфея, но можно использовать, что у вас есть под рукой. Понравилась закуска? Правда, очень оригинальная. Не забудьте подписаться на наш канал. И давайте приготовим еще одну такую же простую, очень вкусную закуску. Нам понадобится шпажки, лучше небольшого размера. Любой сыр, охотничьи колбаски, оливки, маслины, помидорки черри, маленькая моцарелла. А вообще можно для этого рецепта использовать совершенно любые сыры, колбасы, ветчины. Все, что вам нравится. Можно корнюшончики использовать. Можно, как я, помидорки черри, маслины, оливки. Можно с косточкой, можно без косточки. В общем, для этих шпажек, для этих закусок можно брать любые ингредиенты, продукты, но уже готовые. Просто очень важно нарезать их приблизительно одного размера, чтобы они смотрелись ровно, эстетично на шпажках. И по своему опыту, лучше использовать небольшого размера шпажки, чтобы это было удобно взять в руку, без сидений за столом, а просто на ходу, на одной ноге. Или взять в гости с собой эту закуску, или на прогулку. В общем, вы понимаете, это удобно взять и в офис, и с собой, и в гости. Я использовала охотничьи колбаски сыровяленые. Они очень-очень хорошо и вкусно. И дополняют и сыр моцареллу, и оливки, помидорки черри. Видите, я насаживаю одинаково, чтобы они на блюде, на салатных листьях смотрелись более эстетично, более однородно. Но можно сделать прямо ассорти, чтобы это было разноцветное, очень красивое, в форме, например, венка. Можно взять разноцветный перец использовать, нарезать кубиками. Можно маринованные огурчики или маринованные грибы. В общем, берите свою фантазию, любимые продукты и обязательно приготовьте такие шпажки. Они точно вам очень-очень понравятся и пригодятся в новогодние праздники. Очень важно, чтобы продукты были нарезаны приблизительно одного размера. Если вы берете помидорки черри и моцареллу, то кубики сыра должны подходить по диаметру к этим шарикам. Тогда будет очень красиво и симпатично. Теперь приготовим еще одно канапе, так называемую елочку с сырной звездой. Для этого нужно любой сыр полутвердый нарезать в 2-3 мм толщиной. И вам понадобится вот такая выемка, звездочка. Сейчас выемки без проблем можно купить в любых магазинах. Эти выемки для печенья обычно используются. Но вот я приспособила для того, чтобы сделать елочку. Чтобы елочка наша была закусочная со звездой. И вот получаются такие звездочки. Эта закуска очень нравится детям. Но вы понимаете, что в Новый год елочка, еще сырная звездочка на канапе. Это очень мило, очень симпатично. Остатки сыра от звездочек можно использовать куда-то в другие блюда, где используется тертый сыр. Для елочки лучше взять салатные огурцы. Они поплотнее и лучше из них нарезаются слайсы. Нарезаем овощечисткой тоненькие слайсы. Из этих слайсов мы будем делать елочку. Берем такие же небольшие шпажки. У меня где-то они приблизительно 15 см. Начинаем основание. Это помидорка черри. Ну, может быть, тоже кусочек колбаски или кусочек сыра. Теперь ленточку огурца мы складываем такой гармошечкой, импровизированной. И сразу все насаживаем на шпажку. Ну, вот у меня получается где-то по две ленточки я, чтобы елочка была пушистая. Это зависит от размера вашего огурца. Зовите детей на помощь. У них обычно это даже лучше получается, чем у взрослых. И вот такая спиралька, она прямо напоминает веточки елки. И вот она, звездочка наша на наконечник елки. И получилась вот такая елочка симпатичная. Получился импровизированный такой новогодний веночек вкусный. Если вам понравились мои рецепты, не забудьте подписаться на наш канал. И до новых вкусных встреч! Ваша Лена